Всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале интернет-магазина Джарвис. Меня зовут по-прежнему Роман, и сегодня я хочу вам ответить на один единственный, но очень важный, и скорее всего это первый вопрос для тех людей, которые решили купить себе андроид-приставку. Вопрос звучит так. Как выбрать андроид-приставку? Сегодня будем разбираться. Итак, вот ты сидишь на диванчике и думаешь, а не купить ли мне андроид-приставку? Это же так хорошо. Бесплатные телеканалы, бесплатные фильмы, захотел, оформил подписочку, захотел, смотришь бесплатно. Еще можно даже в игры поиграть. Очень удобно, не так ли? И единственный вопрос. Как же выбрать? Потому что их огромное количество. Дешевые, дорогие, с мощным процессором, со слабым процессором, там, я не знаю, с кучей оперативки, поменьше оперативки. И ты думаешь, неужели нужно пересмотреть десятки видеообзоров для того, чтобы выбрать оптимальную андроид-приставку? Ну и, в принципе, возможно, так оно и есть. Действительно, ты можешь пересмотреть десятки обзоров на каждую конкретную модель и понять, подходит она тебе или нет. Особенно на нашем канале очень много обзоров на разные андроид-приставки, с которых ты, в принципе, можешь выбрать, что именно тебя интересует. Но я сделал небольшой такой топ вопросов, а именно топ-5 вопросов, на которые ты должен сам для себя ответить, для того, чтобы тебе было легче выбрать, какую именно андроид-приставку стоит покупать, чтобы не тратить время на изучение вообще абсолютно всех моделей. И первый вопрос звучит так. Для чего конкретно тебе нужна андроид-приставка? Это вроде бы банальный вопрос, потому что, в принципе, все приставки, по идее, могут почти все, но что именно ты хочешь делать на своей андроид-приставке? Возможно, тебе нужна андроид-приставка, которая будет просто показывать телевидение на каком-то старом телевизоре или же на какой-то плазме. Все только для каналов. Это, в принципе, может сделать абсолютно любая приставка, начиная от самых дешевых, вообще без каких-либо проблем она с этим справится. Можешь даже не заморачиваться. Если же ты хочешь смотреть, например, фильмы в 4К-разрешении, то это могут некоторые бюджетные приставки, такие как X96 Mini, можешь посмотреть обзоры на этом канале. Но не все бюджетные приставки могут воспроизводить 4К без проблем. В основном бюджетные приставки с 4К не справляются. С ним справляются только некоторые модели из самых дешевых. 4К хочешь, это уже среднебюджетные и высокобюджетные андроид-приставки. У некоторых ребят есть вот такого плана геймпады, и они хотят играть на андроид-приставках. И, в принципе, это совершенно возможно сделать. В этом нет никакой сложности. Тоже сделать для себя выбор. Просто телевидение, хорошее качество, 4К, например, и игры. То есть для игр, для 4К приставка должна быть достаточно мощной. С телевидением справится, в принципе, любая. Переходим к второму вопросу. Второй вопрос звучит так. Каким образом приставка будет подключаться к интернету? Если приставка будет подключаться к Wi-Fi соединению, то у нее должна быть очень хорошая антенна. Либо это должны быть внешние антенны, которые усиливают сигнал Wi-Fi, либо же эта приставка должна быть изначально с хорошей встроенной антенной. У нас на канале есть целая подборка видео, где я тестирую именно справиться приставка с воспроизведением 4К на Wi-Fi, а также на соединении от кабеля. Если у вас в доме, либо же в квартире, есть возможность напрямую подсоединить кабель интернета в Android приставку, то, в принципе, любую приставку можно абсолютно использовать. Если же хотите именно через Wi-Fi соединение, то рекомендую взять все-таки приставку либо с внешними вот такими антеннами торчащими, либо что-то среднебюджетное. Опять же, выбрать можно среди видео на нашем канале. Есть очень хорошие варианты, которым, в принципе, антенны не нужны, и они справляются с 4К с легкостью. Третий вопрос, на который тебе стоит ответить, это выбор процессора и графики в Android приставке. Тоже огромное количество, все перечислять процессоры, всю перечислять графику не буду, но хочу сказать то, что процессоры M-Logic показывают себя очень даже неплохо. Можешь обратить на них внимание. Ну и обычно в среднебюджетной и высокобюджетной Android приставке ставят достаточно хорошие процессоры и хорошую графику, для того, чтобы они справлялись с играми, с 4К и вообще с более серьезной нагрузкой. Но опять же, если тебе нужны просто каналы и, например, просто фильмы, даже Full HD, то с этим справятся, в принципе, все процессоры. Четвертый вопрос, это выбор Android приставки, основываясь на оперативной памяти и постоянной памяти. Для чего это нужно? Ну, с постоянной памятью, в принципе, все просто. Это уже вопрос в том, сколько вы будете закидывать фильмов на саму Android приставку, либо же вы будете все смотреть в онлайне. В принципе, если вы будете смотреть все в онлайне, и, например, просто смотреть телевидение, то большое количество памяти вам не нужно. 16 вполне будет достаточно, 8, честно, не рекомендую, потому что этого действительно маловато. Возьмите 16, они не намного дороже, чем 8, и вам этого будет хватать. Но если вы хотите скачивать, например, 4К-фильмы, либо же хотите собирать большую библиотеку, например, скачать сериал какой-то и смотреть без интернета его, или же вы хотите устанавливать какие-то большие игры, на которые на геймпаде будете играть, которые весят больше 1 гигабайта, например, тот же самый NFS, это достаточно требовательные игры, и точно так же они требуют много памяти. В таком случае вам необходимо будет взять 32, а то и 64, а может быть даже 128 гигабайт памяти. То есть смотрите, опять же, сами, для чего конкретно вам нужна эта память. Оперативная память. В принципе, есть приставки на 1 гигабайт памяти, и есть тоже разные модели. Допустим, X96 Mini на 1 гигабайт оперативной памяти даже справляется с 4К-видео. Но чем больше оперативной памяти, это значит, тем больше вкладок в браузере вы можете открывать одновременно, тем больше вы можете запускать программ одновременно, тем больше вы можете запустить, например, одну игру, свернуть ее, программу свернуть, там, кук-браузер с 15 вкладками тоже свернуть. И все это будет у вас очень быстро работать. Если оперативной памяти меньше, то у вас есть определенные ограничения. Допустим, у вас там только браузер и, например, только какое-нибудь приложение запущено. Чем больше оперативной памяти, тем больше вы можете всего одновременно запускать. Ну и, собственно, пятый вопрос. Возможно, стоило его поставить на первое место, но я этого не сделал в связи с чем. Пятый вопрос называется просто, достаточно элементарно, бюджет. Почему его нужно было бы, возможно, поставить на первое место? Потому что, если вы отталкиваетесь, например, от суммы, что у меня есть 50 долларов и я хочу купить андроид-приставку и начинаю выбирать, какую я могу купить андроид-приставку за 50 долларов, мне кажется, это, честно говоря, неправильно. Просто ответьте себе на вот эти четыре вопроса для того, чтобы понять, какая именно вам нужна андроид-приставка. А потом смотрите, хватает ли у вас бюджета. Если немного не хватает, ну, купите в следующем месяце. Получите зарплату, добавьте немножко и купите в следующем месяце. Я вам настоятельно не рекомендую основываться именно на бюджете и покупать все самое дешевое. Потому что, если вы будете пользоваться этой андроид-приставкой каждый день, и вы представьте, что вы купили себе приставку, которая очень жестко лагает, трепет вам нервы, просто, и вы пользуетесь ей каждый день. Зачем вам такое надо? Лучше немножко доплатить, но купить себе уже очень хороший вариант, который будет вас радовать каждый день, а не трепать вам нервы. Я рекомендую посмотреть наше видео, и у нас действительно много хороших видео с обзорами приставок, с тестированием этих приставок. В скором времени появится рубрика, где мы будем еще тестировать игры на приставках. Хорошо ли идут игры на бюджетных приставках, и какая разница в бюджетных и дорогих приставках, стоит ли переплачивать. В общем, ознакомьтесь с роликами на нашем канале, я уверен, что очень много полезной информации вы подчеркнете. Постарайтесь ответить себе правдиво на 5 этих вопросов и откиньте вопрос с бюджетом на самое дальнее место. Потом вы к нему придете, и в принципе приставки не такие уж дорогие, если вам действительно нужна крутая, просто немножко доплатите, и она будет у вас действительно крутая и будет радовать вас каждый день. На этом у меня все, дорогие друзья. С вами был, как всегда, Роман и канал интернет-магазина Джарвис. Ссылка на наш сайт есть ниже в описании. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим роликом, а также можете задать непосредственно вопросы нашим менеджерам в магазине. Они 100% вам помогут, подскажут и помогут определиться с выбором. На этом у меня все, дорогие друзья. Всем хорошего дня, всем пока.